Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Да, вас слышно. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. О смысле человеческой жизни. Не желаете послушать? Может какие-то вопросы у вас есть? Да нет. Нет вопросов. О спасении души вопросов нет. Как это так? Человек находится, заблудился где-то в лесу. А его спрашивают, как выйти? Ты тебе скажешь, да нет, не надо. Но он погибнет. Ну да. Но я же не заблудился в лесу. Вы Библию считаете? Нет. А значит, вы ничего не знаете. В Библии написано, если человек отвечает ни по Слову Божию, ни по Библии, то нет в нем света. Света нет. Одна книга в мире. Мартин Лютер говорил, в мире есть только одна книга, Библия. И одна личность, Христос. А все остальное к этому идет направлено так. В вашем возрасте уже надо определиться, в ад или в рай идти куда. Я не знаю. Не знаешь. Ну вот мы для этого пришли, чтобы рассказать, научить. Не надо, спасибо, я пойду. Сейчас здесь Деяние апостолов 4.12. Мы Христа рассматриваем как пророка. Ну, такой же, как пророка, посланник имеется в виду, посланник. Такой же, как Мухаммад. А Бог, он как бы не имеет ни образа, ни такого человеческих характеристик не имеет. А кто, про кого говорите? Про Иисуса Христа. Как не имеет? Я имею в виду Христа, мы видим как пророка, посланника. Вы знаете, в каком году ваш руководитель, как сказать, или основатель религии умер? Умер? Умер. В каком году? От Рождества Христова. От Рождества Христова? Да. Точно не помню, но это приблизительно 1600. Где-то 600 чем-то. Нет. В 632-м никакой тысячи нету. Нет, я тысячу не сказал. Тысячу не говорил, нет. Ну, я не расслышал. В 632-м умер. Так 6 столетий христиане жили, умирали, несли Слово Божие и вдруг раз, а это по-другому. Да кто ж так делает-то? А какие доказательства? А так никаких доказательств нету. Нет, их было очень много. И до Христа было много посланников. Ну, с такими временем артельскими. С этим я не спорю. Правильно говорите. Были другие пророки, Исаия, Иезекииль. Скажите, вы признаете своего, как называется, Сулеймана? Кто он такой? Сулейман? Да. В смысле? Ну, согласно вашей священной книге, кто он такой? Сулейман, посланник Бога. А когда он жил? Где? Посланник Бога. Да. Ну, когда он жил, это... Ну, я точно не знаю, просто я знаю, что он... Он очень давно, получается... Сколько там... Сколько тысяч лет назад? Не могу... Ровно за тысячу лет. За тысячу лет. Ну, и 990 лет примерно. До Рождества Христова. Это Соломон. У нас Соломон, а у вас Сулейман называется. Это другая транскрипция. Так он не посланник Божий был. Он царь, экресиаст. Царь и пророк. По нашим, как бы, видениям он был посланником Бога. Ну, и царем тоже. Ну, у вас мнений-то никаких нету, кроме того, что вы от нас взяли-то. Откровений-то больше других не было. Он умер, одна биография закончилась. А писать другую и под это подставить имя, так никто не делает. Документы. Один только есть, Библия. Книга царей, книга Израилева. Как бы, даже Коран. Он пришел на 600 лет позже. Если он что-то опровергает, он должен данное. А они как взял, спахнул. Это плохо, у меня хорошо. Так же никто не делает. Никогда. У нас-то разве не откровение? Господь пришел, послал сына, он умер за грехи людей. Апостолы, движимый Духом Святым, написали. А вы-то Духа Святого не признаете совсем. У нас священники имеют власть разрешать от грехов. А у вас имам, он не имеет власть. Мы в Азербайджане были, когда миссионерская поездка. Мы в доме Мулы ночевали. У нас хорошее отношение с мусульманами. Потом пошли вместе в мечеть молиться. Потом храм Баку, город Баку, Азербайджан. Как так? Раз, еще нет. Моя биография, моя биография, она написана. А сейчас кто-то скажет, а я другое напишу. Как ты напишешь, когда я уже прожил жизнь? Моя биография? Биография, например, в каждой религии, даже в одной религии, допустим, вашей, даже в христианстве, есть несколько версий. Версий, православная версия, католическая версия. Ну, человек, как бы, может преследовать разную цель, ну, а он переделывает власть. Ну, это все, с этим мы не спорим. Так скажите, Ибрагим, да, у вас есть такое, даже название людей. Ибрагим, кто такой? Ибрагим, посланник Бога. Ну, кто он, когда жил? Посланник Бога. А когда Бог с ним говорил, какое послание было? Посланник Бога. А это Авраам. Это произношение другое только. Я знаю, я знаю. Так это Бог избрал первый еврей. Еврей. Первый. И Господь сказал так. Ты вот хочешь быть благословенным, чтобы тебя родители любили, дети. Первое условие. Пророк Мухаммад, как бы, прямой потомок по отцовской линии. Я об Аврааме говорю, я никого не трогаю. Я поясняю. Бог его избрал, Авраама. Он оставил свой народ и пошел. Господь, там было много богов. А это единобожие, Бог один. И Бог открылся под именем Иегова, Яхве. Другого нету имени. И Авраам пошел. От него рождается Якоб. У вас как Якоб называется? Якуб? Якуб. А от него уже, от Якова, Исаака, Исаак, Исаак там называют. От него и Яков. А от Якова 12 сыновей. 12 сыновей. И вот от них эти 12 колен в Израиле. Аврааму Бог сказал, кто тебя будет благословлять, будет благословлен. Кто будет проклинать, будет проклят. Я не еврей. Я русский. В Барнауле мы живем. Но мы проехали по всему свету. У меня 38 книг вышло из печати. Я их повез в библиотеки мира везде. Мы были в Турции, в Чечне, в Ингушетии. Ну и здесь 6 мусульманских республик мы прошли. И человек, который Богу душу отдает, он должен сравнивать с тем, что было до него. Вот у вас есть Марьям. А кто такая Марьям? Это Мария, Мать Иисуса. Да, Мать Иисуса. Так у вас там написано, у меня одна книга такая, я полностью посвящаю Корану. Я разбираю весь Коран, а та книга 750 страниц. Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Откуда взято, как что. Я знаю, сколько букв в нем. Сколько звучания. То есть я основательно занимался исламом. Не один год. И вам скажу, что вот у нас Новый Завет. Вот это вот у нас Библия называется. Вот Библия. В ней 77 книг. Вот. А в ней, вот если так я раскрою сейчас. Так, ну что, от Марка здесь. Сейчас я покажу, даже вам видно это будет. От Матфея. Ну, почти что открыл. Вот это вот, шестой стих. Сейчас, минуточку покажу. Вот. Ну, я с этим не сходил. Вот смотрите, смотрите, Новый Завет. Новый Завет. Вот сколько? Он в три раза меньше Ветхого Завета. То, толще то. Там псалтырь. Откройте, если не видно. Нет, так не видно. Надо толщину показать. Видите, по толщине. По страницам. И Новый Завет наш больше Корана в 1,16. Этих данных нигде нет. Это моя наработка. То есть ваша книга, она потоньше. Я посчитал, сколько раз там поминается слово Аллах. Сколько раз Иссут. Я могу все это разложить. Как симфония составленная. Сколько звучания, когда говорить. Ну, в Библии собраны как бы истории. Как бы не именно слова Бога, по-моему. Если я не ошибаюсь. Все писание написано. Все писание Бога духовновенное. Бог вдохновлял. Вдохновлял, люди писали. У нас называется вербальный образ передачи. Человек характерю отображался. А не так, что до буквы ему Бог диктовал, писал. Не так. Дух внушал ему. А он писал. Да, тоже так же. Я с этим не спорю. Ну, вот так вот. Я сейчас бы отошел. Я быстро мог бы найти вам данные. Если вы интересуетесь. Но мне надо... Не стоит. Мы все равно... Мы не разберем... Мы не будем разбираться так глубоко. Ну, вам не помешает знать. У нас, видите, свои есть... Ресурс. Вот это, видите, что? Это... Ютуб-канал. Ага. Вот. Во свете Библии. У нас очень богатый он. Спасибо. Во славу Христа. Деньги нужны вам? Не нужны. Мы не нуждаемся ими. Почему? А потому что мы богатые Христом. Духовно богатые. А так нам хватает. Я сегодня сытый. Прими ислам. У нас ценится только то, что руками заработал. Он говорит, прими ислам. Прими ислам. Ислам пришел на 630 лет позже христианства. У нас есть Христос, который умер за грехи людей. А в исламе нет. Спасителя нет. Искупителя. Послушай. Послушай. Вы шли впереди нас, да? Вы свою книгу священную знаете? Считали? Есть такой... Как тебе сказать? Посланник. Кто есть? Который вы называете Иисус Христос. Есть такой посланник, который отправил наш Господь. И его не ослушались ни один человек, короче. И, короче говоря, о том, что было дальше, я не знаю. Но я знаю, что Господь один. Он говорит, один посланник у вас есть, говорит, Иисус Христос. Правильно. Вам трудно разговаривать на эту тему-то. Мы можем сказать только, что нам очень хорошо известно учение мусульман. Мы вот ездили в миссионерской поездке. Мы останавливались у Муллы дома ночевали. В Баку. У нас хорошее отношение с мусульманами. И мы там на все темы беседовали. И ролики снятые. Мы ходили в мечеть, там молились. У нас очень большие ресурсы. Это вот YouTube такой. Где можно по скайпу поговорить. Там мы можем представить. У меня одна книга. У меня 38 книг вышли написанные. Отдельно разбираю Коран. Весь. По сурам аятам. Сравнение с Библией. Мировая история. За 1300 лет, что о мусульманах писали и говорили. Это очень серьезный труд. А вот, например, в Коране что написано? Там есть про вашего Господа? Да, да, есть. Иса. Иса называет. Да, да, да. Пророк Иса Мирим. Марьям. Марьям это Дева Мария. Да. Есть такое дело. Просто вот некоторые христиане, наверное, не понимают. Я, конечно, ничего против религиозной темы не имею. Но у каждого есть, конечно, своя религия. Не стоит его задевать. Знаете, мы вот сюда зашли. Тут на этом вот рулетке играют. Тут примерно 80% мусульман. А зачем они пришли? Я говорю, зачем? Зачем? Тут ничего нету путного. Здесь похабщина одна. Зачем? А вы не знаете, зачем? Я говорю, с мусульманами вот так обеседовали. Я говорю, за тем, что у тебя дома разрешается 4 жены иметь. Ты должен колым заплатить. Ты должен о детях заботиться. А тут ты пришел в 44, у тебя бесплатно с кем угодно. Как, говорит, жеребец на конюшне весной. Конечно. Ладно. Это, конечно, все детально, но здесь я не ляде знакомств. Или там что-то неинтимно понимать. Мы по своей книге говорим, по Евангелию. Мне чужое не говорить. Христос говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я вот беседовал с мулами. Их там было там имамы в Санкт-Петербурге. Я один вопрос задал им. Они меня не поняли. Я говорю, скажите, до брачной ночи какой процент девушек сохранили девство? Физиологическое. Они даже меня не поняли. Как какой? Сто процентов. Я говорю, а у нас уже в восьмом классе трудно найти. Ну, разница большая. Почему? Потому что вы заботитесь о женщине своей. Она одета, как положено в платок. Хиджаб у ней. У нас две общины православные. У нас два платка. И нас когда видят, все мусульманами называют. С бородами. Я говорю, нас увидят, это работают туркмены, узбеки на дороге. Ой, наши сестры. Мы говорим, это православные. Нет, это наши муслимы. Вот так. Я понимаю, конечно, но я даже не знаю. Я не могу насчет этой темы с вами спорить. Ну, ничего. Ладно, до свидания пока, по-хорошему. Храни вас Господь. До свидания. С Богом. Здравствуйте. Что-то вы так всегда, когда все, ничего и говорить некого. В ужасе. Это вот действительно страх Божий какой. Он интересуется, поздравствовался, колсатый элементов. Добрый день. Здравствуйте. Мы, православные христиане, проповедуем о Христе, чтобы люди готовились Его встретить. Сейчас, подождите. Одну минуту. Спрячен. Выскочен. Нет, 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 нет. Здравствуйте. Если мы отойдем пораньше, так, внезапно нас выключат, вы знаете, вот наши ресурсы можете снять. Богатый ютуб. Идать Тихнич, я знаю вас, я знаю. Ну, тебя на... А как вы знаете? Идать Володя тоже знаю. Я подписан на ваш канал. А-а-а. Ну, вам все известно. Мы проповедуем. Нет, я знаю. Можно спросить у вас несколько вопросов? Да, пожалуйста, говорите. Как вы думаете, в Ветхом Завете Христос приходил на Землю? В Ветхом Завете? Да. На грани Ветхом Завета. Бог явился во плоти только при Рождестве Христовом. Показал себя ангелом. Его ангелы не видели, может быть, миллионы лет. Они поклонялись, но не знали. А когда в Ясих увидели, и они тогда восперли. Слава Вышему Богу! На земле мир, в человеках благоволение. И Павел говорит, Христос родился, показал себя ангелом. Они его не видели до этого. Значит, на земле воплощенного Христа не было. А вот была семья Маной, Маной с женой, когда они пришли к жертвеннику. Да, да, да. И Маной сейчас спросил у него, как твое имя, чтобы потом тебя почитать. Он сказал, зачем тебе твое имя, если мое имя чудно. А когда Христос родился, Исаий сказал, что родится младенец, нарекут ему имя чудно. Отец Вечности. Отец Вечности. Князь Мира и чудный, вроде чудный, что ли. Да, 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 правильно. Имя будет его чудно, да. Это слово только. Чудный. А там, говорит, чудный. Это другой глагол даже стоит. А дейпричастия. Совсем нет. Христос воплотился. Вот новая эра пошла. Притом она не сразу стала от Христа отсчитываться. А только в 532 году перешли на это. Отсчет шел от Реддиоклетиана, главного гонителя христиан. Вот. А это сам Бог так называется. Господь являлся. Мы верим во Святую Троицу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но Бог один в трех лицах. Это нельзя понять. Это верно понимать. А мы с вами... Я тоже хочу покреститься в православной церкви. Но тут крестик только обливаем. Хочу полное погружение. Не надо покрестить. Не крестить там. Это обман. Надо... Вот я хочу только как. Как вы говорили? Полное погружение. Узнать полное. Это не я говорю. Слово крещение во всех языках мира, кроме славянского и русского, переводится «погружение». Да. Вы немцам спросите, как он сказал «тауфон». Тауфон – погружение. А баптист – баптизм. Это у греков одинаково. Да. Ну, еще что у вас есть? Понятно. Да, он хотел креститься, только не знаю где. А где вы живете? Ну, я сам из Казахстана, учусь в Астрахани. Ну, если бы мы ближе были знакомы, могли разрешить приехать. Потому что к нам приезжали из Германии, крестились из Франции. Это намного дальше. Да, да. А это Казахстан, мы даже его не считаем другой страной. А то наш сосед всегдашний. Да, я знаю. Так что вы заходите в моем мире, в скайпе. Только назовите себя, чтобы я вас не заблокировал. А то... Маскурм, я знаю. Называется «Кысни». Да, только чтобы у вас ни очков не было, никаких аватаров, ников по своей фамилии. Как фамилия-то у вас? Меня зовут Чуркин Роман. Чуркин Роман. Роман. Ну, вот так. Вопросы есть еще? Нет, а то мы отойдем. Вот так больше вопросов нет по Библии. Понятно. Если думаете креститься, бороду больше не задевайте никак. Совершенно. А если бы она расслабилась еще хорошо там, во всех... Это не надо. Хорошо, вы решаете так, а Бог по-другому. Бог дал самое лучшее для меня. Это так не годится. Бог дал. А мне не нравится, она плохая. Ты к кому претензии-то имеешь-то? Ну да. К владыке мира. Интересно общаться с верующими людьми. Потому что... Это надо такую вольность отбросить. Это Богу не угодно. Вот дам на такие глаза, такие уши. Такое, какое надо. Чтобы я правильно воспользовался этим. Понятно. Все? Ну все, с Богом. До свидания, с Богом. Храни вас Господь, Роман. Бога. Бога. Христианин пришел в эту чат-рулетку для того, чтобы людям рассказать о Боге, о спасении души, о вечности. Чтобы люди не погибли. Чтобы после смерти... Бога нет. В Библии так написано. Сказал безумец сердца своем, нет Бога. И есть дальше продолжение. В Библии написали люди, а не Иисус. Иисус это такой же обыкновенный смертный. Зачем верить в Бога, если Он существует? Ну, по вашей вере. Написали в Библию, во-первых, святые Божьи человеки, движимы Духом Святым. А не простые человеки написали. Кто такие святые? Они могут передвигать предметы или что-либо делать? Кто-нибудь видел загробную жизнь или кто-нибудь видел сатану? Как ты это можешь утверждать и доказывать, если ты этого ничего не видел, но живешь по какой-то книге, которая была написана людьми? Вы ответьте на вопрос, что такое есть вера? Слово. Что означает слово вера? Вот именно, ничего. Она означает уверенность невидимым и осуществление ожидаемого. Почему тогда вера одна, а вот мусульманам нельзя жрать свинину? Это у них, спросите, почему? По-нашему... Подожди, ну Бог же один. А почему тогда есть разделение православное, христианское, мусульманское? Он же один, он же всех любит одинаково. Он же со всеми одинаково общается. Правильно? Он не всех одинаково любит и не со всеми одинаково общается. Это опять же в Библии написано? Конечно. Там написано, что Бог ненавидит грешника. Ненавидит его нечестие, которое он делает. Бог любит кающихся грешников, те, которые свою жизнь отдали для Христа, служение Ему, исполняя его святые заповеди. А еще Иисус сказал то, что мы все умрем 11-11-11, но никто не умер. Никто этого не говорил. Это вымыслы человеческие. В Библии об этом даже слова не упоминаются. В Библии сказано, что об этом дне никто не знает. Ни дня, ни часа никто не знает об этом. Знаешь, вот сейчас из-за твоих именно слов в гробу вертятся великие люди, как Зигмунд Фрейд, Стивен Хогин, которые посвятили всю свою жизнь науке, которые изучали именно космос, а не какую-то веру в какого-то чувака, который не броется с длинными волосами и в юбке. Мне зачем говорить о неверующих людях, когда есть верующие ученые, которые как раз доказывали, что есть Бог создатель. Верующие ученые? Ты слышишь, что ты говоришь? Верующие ученые? Ньютон. Ньютон. Вы житие его почитайте, Ньютона. Ньютон? Да, был верующий человек. Ладно, вот ты верующий человек. Конечно. Наука, правильно? Менделеев. То есть ты что-нибудь знаешь из науки вообще? Менделеев был верующий человек. Менделеев не был верующим человеком. Откуда вы говорите об этом? А откуда ты знаешь? Ну, видите в интернет, там увидите. А, интернет? Точно, всемирная сеть, которая нам дает полный шлаг. Вы так же верите, как в интернет, так же, как в свою книгу. То есть вы не видите очевидного. Что? Вы серьезно думаете, что, типа, человек, ну, вот, какой-то неизвестный, неизвестный персонаж, такой, типа, сделаю образ по существу своему. Появился человек. Получается, он же не знал, как выглядел женский образ. Откуда он его взял? Никто не знает. Но все опровергают, блядь, теорию Фрейда. То, что человек появился от обезьяны. Почему нет? Наука это единственное, что будет двигать человечество. Потому что наука это единственное, что дает нам знание, а не то, чтобы верить в какого-то человека в юбке, блядь, который носит... Материца уже нам. Это не куда, вы... Богу слава. Да. Смешно. Здрасте. Мир вам. Добрый день. Мы, православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности, о смысле человеческой жизни. Не желаете? Расскажите о смысле человеческой жизни. Бог творец неба и земли, сотворив человека по образу и подобию своему. Заповедовал человеку, что для чего вообще человек рождается в этот мир. Для того, чтобы познать, кто такой Господь Бог, узнать Его святую волю, исполнить Его, живя здесь на земле. И также Господь по Своей любви к человечеству послал в мир Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Я пока помолю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть по любви к Своему творению Господь послал в мир Своего Сына Единородного. Если, может, вы увидели, у вас, если там в городе есть православные храмы... Есть. Да, кресты. То есть на этом кресте Христос явил Свою любовь. То есть эта жертва Своя взял все грехи мира на себя. И человек, верующий в эту жертву, имеет прощение грехов и жизнь вечную, которую Господь обещает любящим Его, исполняющим Его заповеди, когда человек умрет. То есть смерти нету, потому что Христос, когда Его распяли на третий день воскрес, и нас воскресит. Но только одни будут воскрешены для жизни вечной со Христом в раю, в Царстве Небесном. А другие на вечные мучения пойдут. Кто не поверил принесенную жертву Христом, кто жил по своим похотям, прихотям, не исполнял заповеди Божии, отверг Его, что Бога нет никакого, те пойдут в геену огненную. То есть Господь нас отвалил свободными. Вот в этой жизни мы можем убирать жизнь или смерть. И Господь говорит, избери жизнь, чтобы тебе не погибнуть. Это главное. В чем заключается смысл человеческой жизни? А второстепенно это уже семья, работа, дети, другие какие-то увлечения, которые не греховные именно заключаются. Вот для этого вам, молодым, это надо все знать. Вот есть такое стихотворение, может слышали, есть такой поэт, был, вернее, Никитин Иван Савич. Нет, не слышали. Не слышали, да, это 19 век. У него есть такое стихотворение, Новый Завет он называется. Измученный жизнью суровой, я сейчас вам покажу. У нас есть Святая Библия, вот она, православная издание, вот написана Библия. Вот в этой книге как раз Господь открывает свою волю. Как человек должен поступать, как жить он должен, как семья должна быть, как работа, какая у него должна быть. Ну то есть все вопросы, которые касаются человеческой жизни, здесь на все есть ответ. Только надо читать, вникать в Слово Божие. Сейчас она доступна, можно в любом православном храме купить. И вот у него такое стихотворение есть. Измученный жизнью суровой, не раз о себе находил, в глаголах предвечного слова, источник покоя и сил. Как дышат святые звуки, божественным чувством любви, и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина, и цель, и конец, и вечного Сына Рождения, и крест, и терновый внец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. То есть в этом все. Вот я к Богу пришел 26 лет, мне сейчас 40. Я вот 26 лет жил во грехе, то есть я Бога не знал. Но в душе у меня всегда была пустота, то есть я понимал, что вот это наша жизнь, то, что там блуд и так далее, другие грехи, как говорится. Я понимал, что в этом все, как говорится, ведет как бы человека к бессмысленнице, то есть нет смысла человеческой жизни. Я этот вопрос главный стал, в чем есть смысл человеческой жизни. И вот когда в руки мне дали Святую Библию в 26 лет, я осознал, начал читать, и осознанно перед Богом, осознавая свои грехи, встал на колени и попросил Господа прощения, обливаясь слезами, что Господи, прости меня, насколько я нагрешил, не знаю Тебя. Почему? Жил такой святой Иоанн Златоуст, это 4 век, он говорил так, если ты Библию не считаешь, ты нарушаешь заповеди Божии, если ты не считаешь ее. А нарушая, ты погибаешь, и все от того, что ты не читаешь. Почему люди во всякий грех-то, особенно вот самый распространенный грех, это блуд. Вот в этой чат-рулетке это в основное, то есть это мы как вот с братьями называем, когда сюда приходим для благовестия о Боге рассказать людям, это называем как преисподние места, можно сказать, спустились. Потому что люди в основном все замешивают на блуде, это нарушение седьмой заповеди Господня, не прелюбодействуй. Прелюбодеяние, вам понятно, что такое прелюбодеяние? Да. Да. А в основе человек блудит, то есть блуд, это когда вне брака с человеком происходит. Вот, ну а если разобрать все десять заповедей, апостол Яков говорит так, что если кто согрешает в одной заповеди, тот нарушает весь закон, все десять заповедей. А Бога надо возлюбить, Господь говорит, возлюбите Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью своей. И возлюбить ближнего своего, как самого себя. То есть ты хочешь, чтобы с тобой хорошо относились, ласково, любя, ты должен также ближнего относиться, независимо от того. Потому что Господь говорит, любите врагов ваших, а без помощи Божьей человека это не исполнить. Потому что если тебя кто-то обидел, даже вот оскорбительное слово сказал, Господь говорит, не засловь на засловие. А как это исполнить? По-человечески охота ему тоже врезать словесно. А Господь говорит, не надо этого, не делай. То есть ты должен в этот момент помолиться за этого человека, чтобы Господь его вразумил, чтобы он не грешил языком своим. И так во всех заповедей Божьей. Спасибо вам большое. Я еще также с вами хочу поделиться нашим богатством, потому что мы в интернет, раз выходим, у нас есть ресурсы большие. Это YouTube-канал, можете себе сфотографировать или записать. Открытым оком во свете Библии. Хорошо, я сфоткала. Сфоткали, да? Там у нас сайт, форум, и у нас очень много там видеороликов, более 14 тысяч. То есть мы всю свою жизнь, у нас две православные общины, мы с города Барнула, Латайский край. Мы всю свою жизнь снимаем на видеокамере, то есть где мы ездим, ходим, благовестуем. У нас детский православный лагерь Стан, то есть с детьми как занимаемся, проходят у нас занятия. Потом деревня православная строится с нуля, где у нас учителя все верующие, перед тем как проводить занятия, школа именно, ну как сказать, от государства. Начинают с молитвы, то есть помолились с учениками, начали проводить уроки. Вот уже 27 лет она существует, а лагерь уже более 45 лет существует. То есть, ну все, Бог, помощь вам. Спасибо. Спасибо, Христос, вас. До свидания, с Богом. Мир вам. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Я понял, вы мусульманин? Вас не слышно, говорите к микрофону поближе. Нагод Virus. Да. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.